Всем привет! Сегодня я в гостях у Юры. Он заядлый канонист, такой же как и я. И мы поговорим о Mark IV и Canon R. Это наша камера. Вот, Юра, давно у тебя Mark IV? Да, всем привет! Mark IV где-то около года у меня. До этого был 5D Mark III, ну вот сменил на четверочку. Хотя, когда менял, тоже размышлял брать R, она уже была на то время, либо 5D Mark IV, но мне больше для фото нужно. То есть, снимаю репортажи, тоже и портреты, и свадьбы. И вот как-то я подумал, что видоискатель, возможно, будет в этом плане у меня лучше, не цифровой. А по сравнению с Mark III что-то ощутил при переходе? Динамический диапазон в тенях. Вот когда я сразу купил его и снял репортаж, как раз был, и вот выложил, ну, когда начал обрабатывать, свой пресет накинул, такое впечатление, будто немножко в HDR, такая вот вся картинка, пришлось все немножко менять, резкость немножко больше стала. Так, мегапикселей больше? Ну да, само собой, тоже пришлось убавлять на пресете резкость. Вот, ну что, по большому счету, а, ну Live U, конечно, сенсорный экранчик, то ладно, он особо, в принципе, не нужен, но Live U и фокус по лицам... Сенсорный фокус, то, что ты... Ну и сенсорный, да. То есть все-таки играет. Само собой, но даже просто в режиме Live U он сразу лицо детектит, и это очень удобно, иногда классно композицию строить, особенно если какой-то контровой свет на улице, ну, допустим, закат красиво, то есть то, что мы видим видоискатель, он же на самом деле не такой, как на Матрице, это в арке мы уже видим там фактически два Live U, вот, одно маленькое, второе большое, вот. А здесь мы, когда видоискатель смотрим, то есть мы не видим картинки с Матрицы, вот, и ловить какие-то блики красивые, вот, в режиме Live U на него очень классно, потому что он сам фокусируется на лицо, ну, в этом плане он лучше, чем 5D Mark III. Ну, Mark III тоже Live U, но там же автофокус Live U, как бы, его нет. Так, там его нет, а можно кнопочку приспускать, чтобы он ловил это все дело. Туда-сюда вот так вот его лозил. Он, конечно, в принципе, не Nikon, потому что в Nikon это еще хуже выглядит, но... Ну, там еще до старое зеркальное. Да, да, ну, в принципе, 5D Mark III там по Live U можно фазовые тоже точки включать, и они, он очень быстро фокусируется. Правда, он постоянно делает вот эту шторку, чик-чик, вот. А в этом такого нету, тут сразу как в беззеркалке, в челке все. Ну, как по мне, так можно сказать, что это гибридная камера, то есть у тебя и беззеркалка, и зеркалка получается. Потому что в режиме Live View то же самое, что и здесь. Да, вот единственный минус, который я заметил в плане режима Live View, фокус по лицу, классно, когда портрет, допустим, у тебя где-то по грудной, по поясной, именно на закрытой диафрагме. Ну, там больше, допустим, 2,8, 4. Когда на открытой диафрагме, на ту же 85-ку или какой-то телевик, когда снимаешь, то фокусироваться по лицу, когда он сам фокусируется, то может фокус быть на носу там или на ухе. То есть он именно по лицу видит, но глаза все-таки... Можно вспомнить важный нюанс, что здесь нет фокуса по глазам, а здесь есть. Да, да, да. Само собой. Вот я об этом и говорю, что в этом плане очень классно. Хотя, в принципе, я понимаю, что Canon тоже сегментирует свой продукт, и они могли бы прошивкой сюда добавить фокус по глазам. Но хотите фокус по глазам, берите другую камеру. Да, да. Хотя классно было бы сюда добавить прошивочкой такой же фокус. Не, ну ты как опытный фотограф, ты можешь понимать, что с такого-то расстояния у тебя лицо и глаза будут одинаково в фокусе. То есть функцию это включать и выключать. Ну да. Ну, все равно, конечно, приятно. Ну и само собой, хваты разные на этих камерах. Вот, ну, я уже знаком с камерами. Скажи, как тебе хват R? Поговорим уже об ощущениях. Ну, ощущения, вот, в принципе, Canon, как бы, повторяет свой дизайн. То есть берешь с закрытыми глазами, и ты понимаешь, что это Canon. То есть это ощущается, особенно вот здесь, вот, палец, они очень похожи. Вот, и сам хват тоже в этом плане удобный. Я пробовал Sony, вот, твои любимые. Да. Я молчу. Да. Кто не знает, кто не в курсе. Ну ладно, потом поймут по твоим видосам, что ты очень любишь Sony. Вот, то есть, в принципе, вот, в плане вот такого хвата, когда держать, очень хорошо, удобно. То есть здесь пальцы лежат, все удобно, хорошо. А давай эксперимент проведем. Оденем сюда вот, нету заточку для байонета, а 70-200. Без проблем. Давай. Где он у нас завалялся там? Вот нашли, недавно уборку делали, нашли вот такую штуку. Да. Ну, бывает, да. Бывает. Мне аж самому интересно было, как это будет балансироваться с Canon R. Ну, давай лучше ты скажешь, как тебе вот после Mark IV? Ну, с Mark IV немножко баланс... Получше, да? Поудобнее, да, за счет хвата. Все-таки здесь вот один палец немножко провисает. Здесь получше в этом плане. Ну и плюс он тяжелее. Для этого телевика все-таки он как-то удобнее будет. В 5D Mark IV. Но ты с его рукой поддерживаешь, все равно этот объектив. Да, да. На Mark IV тоже. Никто с одной рукой не смеет. Само собой. Привыкнуть можно, конечно. Причем, я думаю, если я там день-два поснимаю на него, то особо... Ну, можно батарейный блок докупить, если уже хочется мощь такое. Ну, да. Тогда весь смысл теряется. Да, концепция беззеркалки, как по мне, любой беззеркалки, что она должна быть маленькой, компактной, легкой. Ну, относительно маленькой, чтобы в руке удобно удержать. Потому что я выдержал Panasonic S1, и он, ну, как Mark IV, если не больше. Он вроде даже больше. Ну, это такая махина, да. Он и тяжелее, и больше. И я вот, ну, у меня такие смешанные ощущения. То есть, блин, это беззеркалка, ну как? Ну, там, насколько я понимаю, проблема с охлаждением, потому что она такая большая. Нет, там нет перегревов. Это у Sony проблема. Ну, это отдельная тема. Но она большая. Да, она большая. Там просто, если S1H, то у них даже вентилятора не добавили туда. Уже активное охлаждение для видеосъемки. Ну, кстати, эта камера не перегревается. То есть, тут можно 4K, Full HD писать. Я снимал на одной батарее 2 интервью по часу на одной батарее. То есть, 2 часа видеосъемки. Я сам был шокирован, что она столько держит. А ты, кстати, видео снимал на Mark IV? Да, видео снимал. В принципе, и 4K тоже снимал. Ну, и Full HD, само собой. Автофокус по лицу очень классно работает в этом плане. Возможно, за счет автофокуса по глазам RK будет немножко лучше. Но, в принципе, видео на 1,4 мало кто снимает. То есть, основу все равно закрывают диафрагму. То есть, в принципе, фокуса по лицу для видео в Mark IV. Ну, ты про фокус говоришь. А мне вот больше интересует, много ли ты 4K снимаешь с битрейтом в 400 мегабит. Да, весит больше. Это я заметил, кстати, да. Но, в принципе, мне особо много 4K на него не надо. Я мало видео снимаю. В основном, это Full HD больше. Вот такие мелкие репортажи. И то, что там кроп в этом 4K, это же... 16-35 у меня есть для кропа. Ну, вот у меня это ответ всем людям с Sony, которые вопят по поводу этого кропа. Ну, оденьте вот 17-40. Оденьте, что у нас там еще там валяется. А у тебя он, по-моему, валяется. Где-то валяется еще вот. Да. Сейчас найду. Ну, вон 16-35 F4 со стабом. То есть, он решает проблему в эти вопли про матричный стаб. Ну, во-первых, стаб здесь очень крутой. Кстати, стабы в новых канонах покруче, чем в старых, я заметил. То есть, они более продвинутые. Ты вот снимал, ты мне показывал интервью на этот объектив на Mark IV. Просто за ним идешь и нормально. То есть, картинка смотрится. А если еще добавить электронный стаб на постобработке? Ну, у меня электронный стаб в тушке. Ну, это да, я в курсе. Да, время экономит, согласен. А в Mark IV, кстати, нет электронного стаба. Вот важный момент. А в R-ке есть. И, кстати, лога у тебя, по-моему, тоже нет. Нету, нужно отдельно прошивать в сервисе. 100 долларов стоит. Ну, это бесполезно в мероприятии, считаю, абсолютно. Во-первых, потому что в 8-битах лог писать, это не вариант. А во-вторых, можно этот техниковер 7-стал скачать прошивку для всех канонов. То есть, бесплатно. Не, ну типа они... Не прошивка, это профиль, это даже не прошивка. Причем сразу, когда вышла камера, не было же возможностей перепрошить, чтобы лог был. Это уже там люди начали возмущаться. Все на то время в Sony уже были логи. Вот, да, и все с Sony сравнивали. И они решили добавить на плату. Бит водрочеров. Ну, не нужен этот лог. Может, кто-то хочет, кому-то надо. Так Sony 8-битный. 8-битный лог, это зло. Не, ну я же говорю, мне он больше нужен как для фото. То есть, для фото я как бы... Ну, спрячешься. Да, вот эта пречка. Давай поменяем. Да, давай поменяем. Вот я, кстати, хочу надеть 24-70. Я этот объектив уже продал. У тебя он есть по-прежнему. Ну, я его уже одевал на ярку. И он, ну вот по балансу... Здесь же этот переходник, он создает эффект качелей. То есть, он немного перевешивает объектив, сильно тянет вперед. Но снимать можно, в принципе. Вот тебе как? Сейчас, ну возьми. Ну, лучше, чем телевик этот. Однозначно. Вот. Ну, кстати, хорошо. Очень даже баланс. Даже классно. Нормально, да? Угу. Ну, мне такие тяжелые объективы уже неправы. Ну, да, все-таки на эту камеру хочется что-то полегче. Она как бы... Ну, так вот поэтому блинчик. Да. Ну, все-таки профстекла, они все большие. К сожалению. Я тебе скажу, что вот это по резкости и по всему. На 40 миллиметров то же самое, что здесь. Но только на 40. Это же только фикс. Зато он умеет вот так делать. Да. Тут не умеет. Но, блин, но за 100 долларов отличное качество. Резкие на открытой. Даже чуть-чуть бокашечки есть. А, кстати, вот попробуй у себя. Мне интересно, как на Mark IV будет. Нет, я имею в виду вот этот. Это примерно то же самое, что вот крышечка от Bayonetta. Ага. Знаешь, говорю, затычка, да? Да. Ну, реально. Чувствуешь только камеру и все. А видоискатель как тебе? Ну, в принципе, тут ничего не поменяется, я думаю. А вот в таком варианте, насколько легкая камера в путешествии, ты таскал бы вот такое? Ну, в принципе, да. Ну, по большому счету, в путешествии, если вот одеть сюда, либо сюда, либо на ярку, либо на четверку, ну, на самом деле особой разницы не будет. Ну, четверка тяжелее на 300 грамм, чем ярка. Ну, да, но не знаю, насколько это уже решает. Одно дело, если мы телевик тащим с собой в путешествия. Ну, то есть они все равно место занимают. Ну, если так даже сравнить, они занимают все равно место в рюкзаке, разве что немножко вес. Да, независимо от объектива. Но вот для меня Mark IV, он уже такой, знаете, раздутый, пухлый фотоаппарат и громоздкий. То есть он вот толстый. Ну, я уже привык к этой камере. Но рука лежит еще приятнее, то есть у тебя ладошка побольше, у тебя даже мизинец там провисал, по-моему. На Mark IV ни у кого не будет провязать. Ну, это мизинец. Вот что я еще хочу отметить по поводу отличия этих двух камер. Если посмотреть на верхнюю часть, у тебя больше кнопочек. То есть все, баланс белого, типа автофокуса, там, ИСА, ну, подсветка мне тоже. У меня это все на вот этой одной. Да, ну, здесь, насколько я понимаю, у Canon такая концепция, что эта камера полупрофессиональна считается. То есть они специально урезают функционал горячих кнопок. Ну, это не то, что функционал, этот дизайн просто такой. Ну, возможно, я думаю, что в следующем году выйдет что-то наподобие R-ки с новой матрицей, только уже в более таком профкорпусе. Ну, возможно, примерно этих же размеров, только чуть поменьше. То есть будет больше кнопок, вот, будет мой любимый джойстик, которого здесь нет. А, да, джойстик, джойстик. Ты мне про него столько уже... Это мой сетиш насчет джойстиков, да. Да. Возможно, будет джойстик, две карточки, ну, кому надо. А тебе надо две карточки, кстати? Ни разу карточки не горели, но я постоянно, если коммерцию снимаю, пишу на две карточки. То есть, ну, просто вариант есть, почему бы это не делать. Но реально ни разу карточки еще не горели. То есть, в принципе, использую, потому что есть. Понятное дело, если бы не было, писал бы на одну. Ну, я уже привык, да, к этому. Оно как-то, какое-то такое чувство надежности, что ли. А скажи, вот этой кнопкой MFN пользовался вообще или пользуешься? Даже, да, пользуюсь. Это же меняет точки, ну, количество точек фокусировки. А, количество, я понял. Потому что я пользовался всегда вот этой на зеркалке, ну, для выбора точек. Ну, здесь, получается, мы нажимаем эту кнопку, а потом этой выбираем уже в видоискателе количество точек. Там 1, 4, либо авторежим. Я спрашиваю, почему? Потому что, когда у меня был Mark III, я этой кнопкой даже не думал о том, что она есть. Я выбирал точку. Она здесь тоже есть. Так, дело в том, что на этом фотоаппарате, это главная кнопка после кнопки спуска. Ты без нее ничего не поменяешь. Ну, там на нее можно тоже что-то назначить, какие-то другие функции. Ну, там одну функцию, а там она мультифункциональная, действительно. То есть ты через эту кнопку имеешь доступ к гвансу белого, ИСа, там всему-всему-всему. Ну, такая специфика камеры. Ну, плюс здесь же кнопочек намного больше, потому что у R-ки здесь все как бы... Ну, я это крупным планом покажу. Не, ну, да, так хорошо видно. У R-ки здесь экранчик, вот этот офигенный экранчик. Не, до порого сейчас нету, да? Не, так в этом, понимаешь, в этом-то и круто, что ты его можешь вскрыть. Да, что не поцарапать. Да, и тут у тебя пластика. Здесь, ну, в принципе, у меня сколько был Mark III, и все было нормально с экранчиком. Но я тебе скажу, даже для фотографа поворотный экран, это очень круто. Да, согласен. И даже для репортажного, я думаю. Ну, в плане экрана, да, очень удобно снимать вот так вот. Например, детский день рождения, чтобы не ползать за детьми, там. Можно стоя, так, но чуть-чуть наклонившись. Да, ну, в принципе, эту камеру вот я себе бы рассматривал сейчас, на данный момент, как вторую для портрета, особенно на улице. При дневном свете натуральном. На автофокус так бас. Да, по глазам все очень классно. Мы видим сразу картинку, видоискатели с матрицы. Ну, хотя здесь можно тоже с лавью портрета снимать на четверке. На улице, ну, если это не репортаж, есть время, постановочные портреты. Ну, я скажу один нюанс по поводу того, что типа все видно, как есть вот на экране. Но это же не касается, если ты будешь снимать тоже портрет на улице, но добавишь софтбокс со вспышкой, это все. Ты уже не увидишь, пока не снимешь. Ну, да. Еще, насколько я понимаю, если снимать репортаж при искусственном освещении, то, наверное, долго смотреть в него не очень приятно. Ну, зависит от освещения. Зависит, опять же, учти, особенность использования этой камеры, ты больше снимаешь по экранчику. То есть даже репортаж... Не, ну, я опять же, ну, по виду... Блин, как классно оптические видоискатели. Как это классно. Да, но ты много смотришь на экранчик и... Ну, в принципе, да, глаза устают, потому что вот сюда смотришь, а у тебя какая-то мерцающая лампочка, и тебе это мерцание передается. То есть часть мерцания нагасит, но бывает такое, что не гасит. И плюс, если... Ну, я уже говорил в своих других видео, если ты снимаешь в очень темном помещении, то у тебя видоискатель вот так вот делаешь, у тебя все плывет просто. То есть шума там особо нет, но вот эти движения, даже здесь в комнате, ты вот можешь включить, и сейчас она включена, по-моему. И посмотри видоискатель, и вот поделай вот такие движения. А, ну, с крышечкой это немного затрудняет. И особенно, если ты в телеположение включишь, там, на 70 миллиметров, у тебя будет дикий роллень шаттер. Да, да, есть. Ощущаются. Ну, это некомфортно, но ты привыкаешь. Но это касается любой беззеркалки. Ну да, и немножко мерцания тоже заметно. И мерцания, да. Особенно, когда ты ходишь, там, а в зале неравномерное освещение, разные лампы, и это все сказывается. Ну да, ты это все чувствуешь на своих глазах. Ну, и я считаю, что это не репортажная камера. Canon R это для тех, кто снимает фото и видео, потому что видеоспособности здесь... Ну, я бы сказал, что это первый Canon, который полноценно, без всяких «но» снимает видео. И матричные стабы, и этот кровь в 4К, это не «но». Это просто нытье от Sony Vodov. Потому что Sony, вот в каком году ты говорил, в 2015-м они вот так основательно рулили? Ну, примерно, да, они зашли на рынок, где-то 15-й, наверное, год, 14-й, даже первая Sony. Ну, вот они брали за счет матрицы именно видео. Да, на тот момент. Да, Canon тогда упустил рынок, потому что надо было, ну, надо было, не знаю, как их не маркетологи думали, но реально нужно было третий пятак делать вот этот, четвертый сделать третьим. Это был бы реально прорыв на то время. Вот, и там бы все простили. И кроп при 4К, и там отсутствие матричного стаба. Это было бы реально классно. Вот в этом плане они немножко опоздали. Ну, это такое мое субъективное мнение. За счет этого Sony, да, она выстрелила. Хотя, возможно, владельцы Sony со мной не согласятся. Это как бы каждому свое. Да. Но поначалу я видел очень много видеооператоров, которые брали Sony, объективы Canon через переходник. Да, потому что Sony дорогие. Да. Да, то есть Sigma тогда еще не было аналога под Sony, под Bayonet. Ну, вот, да, вот они упустили рынок. Сейчас, я думаю, следующие камеры от Canon, то есть 5D Mark 5, скорее всего, уже будет. Он планируется уже, да, скоро? Ну, по идее, они делают каждые 4 года новые. То есть это был 3-12 год, 4-16 год. То есть, по идее, в 2020 году должен быть. Ну, наверное. То есть они, скорее всего, еще на рынок будут смотреть, насколько еще много покупают четверки. Но должен быть. То есть должна быть новая матрица. Возможно, это будет 40 мегапикселей. Ну, возможно. Куда их девать, вот главное? Ну, ты же понимаешь, что их рынок гонит маркетинг. То есть нужно повышать. Это маркетинг. Они не могут выпустить меньше. Так, поймите, нужно понимать со своей точки зрения, что есть маркетинг, а есть ваши потребности. Ну, да. Даже 30 мегапикселей, это уже больше, чем нужно. Тем более, ходят слухи, что будет новая камера к концу года, тоже без зеркалка, типа R-X. На R-X. Либо, да, на 70, либо на 80 мегапикселей. Куда их девать? То есть они 5D-SR, скорее всего, сделают уже в этом корпусе. Ну, невозможно, не в этом, но в плане Байонета. Это себе уже хочешь? Нет, еще не хочу. А, еще не хочу, да? Нет, я больше хочу, если будет новый в следующем году. Либо 5D Mark V, либо они еще обновят R-ку, допустим, на новой матрице что-то сделают. А вот скажи, по обработке фото. Вот я лично заметил, что RAW-ы с R-ки, которые уже в полтора раза больше по разрешению, чем с Mark III, они вот REN, ну, обрабатываются дольше, чем с Mark III, если сравнивать. То есть ты ощущал, что эти RAW-ы, они тяжелее? Ну, особо, если честно, разницы не ощутил бы. Как-то субъективно не было такой разницы. Не знаю. Разница была, да, по детализации, по шумам само собой. А блики-то не ощутил? Не тени, а вот именно светлые участки? Я это больше ощутил, например, ну, на R-ке. Ну, особо, вот, мне больше тени, вот, в глаза. Я думаю, что мы сделаем пару кадров, ну, так, символически. Мне очень интересно, именно по динамическому диапазону, вот будут ли они вообще отличаться? Ну, в принципе, матрицы одинаковые, разница только в процессорах. Здесь новый процессор стоит. Если доверяете DxOMark, то там говорят, что у них полстолпа динамического диапазона в пользу Mark IV, что он типа лучше. Ну, возможно, в принципе, с точки зрения маркетинга, это какая-то логика есть. То есть, если они позиционируют эту камеру как полулюбительская, ну, полупрофессиональная, то, возможно, они что-то здесь и обрезаны. Ну, посмотрим. Но, в принципе, новый процессор здесь, он позволяет делать меньше шумы, например. Но он быстрее снимает на один панель. Тут же семь кадров, а там восемь кадров в секунду. Ты часто этим пользуешься? Семью кадров? Честно, нет. Очень редко. Ты знаешь, когда любят напаривать новые беззеркалки, говорят, два с кадра в секунду для профессиональных репортажников. Вот ты человек, который снимает, вот, насколько я понимаю, ну, репортажи. Да, спорт. Даже спорт. И ты не пользуешься семью кадров в секунду? Ну, вот, когда я иногда футбол снимаю, то, да, бывает, пользуюсь. Но это очень редко, на самом деле. Там больше момент словить. Ну, для очень, ну, имеется в виду футбол, насколько профессионально. То есть, это игра на уровне любителей. Там, допустим, в какой-то компании, там, они собирают своих работников. Ну, да, корпоративы играют в футбол, вот. Понятно, что снимать футбол на стадионе, это уже нужно 1DX. Так, а за него не платят. Не, я имею в виду, если снимать. Ну, это очень теоретически. Мы будем смотреть с практической точки зрения вот людей, как мы, которые работают в реальном мире. Да, на нашем рынке, то есть, большинство фотографов, которые работают, то есть, это репортажи, на которых не нужно столько кадров в секунду. Портреты тоже не нужно, в принципе. Ну, предметки, интерьерки, это мы вообще не рассматриваем. Ну, в принципе, ну, приятно, что она есть, да, бонус, все-таки, ну, есть и есть. Ну, тут, это как стаб в новой 85-ке. А что со стабом в новой 85-ке? Ну, он есть, вот, бонус, да, в этой. Вот, здесь есть стабилизатор. Но, по сути, он, я его очень редко использую. Вот в телевике, да, он имеет смысл. Потому что ты без стаба нормально снимешь. Да, диафрагма 1.4 позволяет снимать. Ну, и плюс, как бы, снимаешь, стараешься на открытую, если это постановочно. Ну, иногда, да, нужно закрывать, но хочется боке, размытие. Знаешь, у меня недавно было интервью с владельцем Pentax, снимает свадьбы. И вот он говорит, что матричный стаб, это плюс, это классно. Потому что, если он фотографирует там на 1.80 или даже на 1.160, то матричный стаб делает картинку еще более резкой. И, честно, я вот с этим утверждением как-то не согласился. Ну, я вот тоже не заметил разницы. Можно абсолютно без стаба снять на 1.80. Я вот, когда днем снимаю на него, света много, там, выдержка, там, 4-х тысячная, например, на 1.6, то стаб вообще он не нужен. Ну, зачем он на... Ну, ладно, мы сейчас отошли от темы. Нет, мы не совсем отошли от темы. На объективы пошли. Нет, а дело в том, что эти стабы есть в объективах Canon, но вопрос в том, что даже там они не особо-то и нужны. А люди вопят, что ай-яй-яй, у Canon R нет материчного стаба. Это потому, что им продают этот стаб в других фотоаппаратах. И, ну, реальное использование этого стаба, я считаю, что на видео, что на фото, его польза это 10%. Да. Ну, это тоже как бонус приятный. Но тут еще вопрос надежности. Насколько он надежен? Ну, смотри, одно дело приятный бонус, а другое дело реальное конкурентное преимущество. То есть бонус это то, что у тебя составляет там 5-10%, а преимущество это то, что реально 70% съемок оно тебе надо. И вот кому в 70% съемок надо этот дебильный матричный стаб. Но я уже не могу просто по-другому, потому что все эти комментарии про этот стаб, ну, люди. Ну, да, ну, во-первых, маркетинг, во-вторых, все-таки позиционирование. Ну, это же не профессиональная видеокамера. То есть это фактически фотоаппарат. Профессиональная видеокамера, вот, там нет матричного стаба. Ну, маркетинг сейчас это... Это чистый маркетинг. Особенно, когда человек себе что-то купил, а потом он всем говорит, что, ну, это же круто, а у вас его нет, вылохи. Владельцы Sony с тобой не согласятся. Ну, ладно. И люди, в которых Nikon Z. А, да, у нас есть такой человек. Не, ну, Nikon Z классная камера. Кстати, да, там хороший стаб. Я его сравнивал со стабилизатором, который 16-35 у Canon. Ну, вот, на моем, на черном, так я одевал. Немножко лучше все-таки. Матричный? Для чего лучше? Ну, вот, если с рук так провести, вот. А, провести с рук? Да, мелкие дрожания, оно немножко, вот, вот, по бокам чуть-чуть, немножко лучше есть. Ну, окей, если тут добавить электроны, ну, будет то же самое со стабом. Кстати, тут еще интересный нюанс, что если ты одеваешь стабнутый объектив в R-ке, то у тебя этот стаб, он уже совмещается с этим вот электронным. То есть у тебя там в менюшке включить оба или выключить оба. Они уже комбинированы. Не, ну, это приятно, что есть электронный стаб. Время экономит на постобработке. Ну, понимаешь, мне электронный стаб, вот, он нужен, ну, будем условно говорить, какой-либо стаб для каких-то любительских подсъемок. То есть я пошел сам поснимать концерт где-то там, вот, просто для себя. Да, я включил, прикольно. Но если я иду снимать за деньги, я или беру штатив, монопод или стадикам. Все, никакого этого стаба в объективах, еще где-то. Ну, так и все, вопрос закрыт. Но для любительских целей иногда где-то, да, по приколу. Эта серия, как рассказывают, вот, стаб позволяет тебе снимать на длительных выдержках ночной пейзаж. И вот ты за деньги снимаешь ночные пейзажи? Нет. И вообще пейзажи. Только для себя снимаю. Ну, для себя. Пейзажи нравятся снимать. Но это для меня больше такое вот, перейти на, посмотреть на красивый закат, умиротворение. Вот люди на рыбалку ходят, сидят, смотрят на поплавок, на воду. У меня примерно то же самое расслабление. Ну, не обязательно закат. Какой-то даже просто красивый пейзаж дневной там или. Ну, понятно, за деньги было бы классно, но на нашем рынке я пока что не вижу этой возможности. Нет, я тебе скажу, где я снимаю пейзажи за деньги. Это когда я снимаю интерьер квартиры, мне говорят, а сделайте фоточку из окна. Что там видно из окна? Я говорю, ну, окей. Вот это пейзажная фотография за деньги. Ну, да. У меня были случаи, мне стройкомпании там предлагали снимать. То есть я снимал, но очень мало. Виды с дома. Вот мы только новый дом построили. И ночной пейзаж нужно было снять, как владельцы на последних этажах, там, где пентхаусы будут видеть это все дело. Ну, я думаю, что ты возьмешь штатив для такой съемки. Ну, само собой. Не матричный стаб. Конечно. Ну, да, там на 20-30 секунд выдержки это... Не, ну, владельцы Olympus рассказывают, что они даже 8 секунд тянут на этом стабе. Но дело в том, что когда ты снимаешь там интерьер или пейзаж, есть такая фишка, как брекетинг. То есть тебе нужно слить несколько кадров в один. И тут матричный стаб вообще не при делах. То есть, ну, по-любому тебе нужен штатив для какой-либо серьезной съемки. А несерьезная, ну, несерьезная, можно как угодно снимать. Ну, вот джойстик, джойстик. Мне вот нравится этот джойстик. Я люблю джойстики. Мне просто на втором еще пятаке, как я его взял в руки, я до этого на Nikon снимал, там не было джойстика. Только сейчас уже на D850 и на Z5 есть. Потом взял второй пятак, мне этот джойстик так зашел хорошо. У меня теперь все, фетиш на эти джойстики. Ну, каждому свое. Ну, приятный тоже бонус, в принципе. Каждому свое, да. Вот, здесь его нету, нету джойстика. Но здесь есть тачпад, этим экраном тачпад, это очень удобно. Оно же, ну, довольно быстро реагирует, то есть для репортажных условий. Ну, если совсем придираться, в принципе, то, что я пробовал здесь, этот тачпад, то, ну, в перчатках вопрос, конечно, зимой. И вот, когда ты резко перемещаешь джойстик, то вот точность немножко иногда, ну, возможно, я не привык еще к этому. Ну, вот на джойстике точность лучше. То есть у тебя клик, это все-таки ты его ощущаешь, один клик джойстиком. Нет, я согласен. Здесь вот немножко чувствительность в этом плане хуже, но зато можно быстрее двигать. То есть точек в любую точку. Да, да. То есть если быстро пальцем двинуть, она быстрее передвигается. Здесь такого нет. Ну, тут их и меньше, в принципе, точек видоискателя. Вот, возможно, в следующей версии они, когда добавят джойстик, какую-то функцию сделают, типа быстрее, медленнее. Я уверен, они добавят, потому что это маркетинг. Ну, будет тут и две карточки в будущем, и джойстик, само собой. То есть это, потому что, в принципе, у них, ну, канона, да, новые RF объективы, это L-ки. Там только одна не L-ка, это 35-к2. И она печально, я ее тестил. Да, все остальные L-ки, причем хорошие, классные L-ки. И реально, если так смотреть, то под них нету такого профкорпуса, как бы. Ну, вот, будет. Имеется в виду профкорпус не то, что нужно тебе, допустим, или мне, а вот именно рынок задает маркетинг. То есть на данный момент профессиональный корпус – это, ну, вот, две карточки. Это, ну, возможно, джойстик мой любимый, вот, в этом плане. То есть, скорее всего, будет эта камера, ну, я думаю, в следующем году, возможно, с новой матрицей. Как они это сделают, тут уже вопрос. Кстати, есть здесь одно преимущество для репортажной штуки. Здесь есть инфракрасная подсветка, автофокус, вот эта штучка. То есть у Nikonof она тоже есть. А вот маркетинг нету, да. Ну, все равно это лучший репортажный фотоаппарат, я так считаю. Ну, с другой стороны, интересно посмотреть, насколько она работает на 70-200. Она, в принципе, он длинный. Кто работает? Подсветка. Не будет ли объектив перекрывать половину цвета? Ну, давай попробуем. Как по мне, тут все шикарно работает, даже в контролем свете. А сейчас я точечку потоньше поставлю. Ну, вам придется нам на слово поверить. Объектив, который весит в два раза тяжелее, чем тушка. Да, примерно, ну, похоже на пятак по фокусу. В принципе, в этом плане пятак четвертый тоже очень хорошо фокусируется по ловью. То есть это не третий. В третьем в этом плане хуже. Именно по контрасту. В третьем там же есть два варианта. Контрастные точки и фазовые. Вот. И когда вот переключаешь на фазовые, там он постоянно шторка и щелкает. Но зато тоже очень быстрый фокус. Но, как бы это все щелканье. Ну, а вот в контрастном третий пятак все-таки хуже ловит. Четвертый в этом плане очень хорошо фокусируется. Я вас смотрю с эстетической точки зрения. Мне не нравится. Тут такой серебристый корпус, потом черный переходник, белый объектив. Оно как-то не очень. Ну, а то ты уже придираешься. Это Canonу надо говорить. Кстати, у Sony тоже телевик белый. А у Sony тоже белый. Вот тогда тебе надо Nikon. Там черный телевик. Я предлагаю сейчас мы подснимем тестовые фоточки. Я вам их покажу. Там чуть-чуть о них поговорю. И на этом мы завершим обзор. А следующее видео мы сделаем об объективах, которые вы тут видели и которые не видели. Тут сейчас будет много объективов в кадре. Итак, у меня серия фотографий на Mark IV и Canon R. Один объектив, который я переодевал с одной камеры на другую. 40 мм 2.8 STM блинчик. Сейчас исходные файлы. Ничего я с ними не делал. Они просто недоэкспонированы. Canon R может быть чуть-чуть светлее. Потому что пока я менял объективы, я могло чуть-чуть зайти солнце. Дело происходило на закате. Поэтому будем смотреть просто на то, что происходит по шумам. Сейчас я сделаю такую штуку. Одна ступень экспозиции. И поднимем все тени, хайлайты. Вот у нас Mark IV, вот у нас Canon R. Одна ступень экспозиции для камеры происходит абсолютно безболезненно на ISO 100. То есть вы вообще не ощущаете какого-то негативного эффекта. Вот здесь, по-моему, маленький шум прослеживается. Но это такое, на грани погрешности. Давайте сразу уже поднимем две ступени. Две ступени экспозиции подняли на ISO 100. Смотрим, что у них в тенях происходит. Ну вот здесь уже у R-ки есть шум некоторый. Но такой шум, он еще будет давиться шумодавом. У Mark IV тоже есть шум. Что вам сказать? Давайте посмотрим светлые участки. А вот на светлых участках шум вообще не ощущается. Он ощущается только в тенях. Причем у R-ки все-таки вот здесь видно, что тень больше шумит, чем у Mark IV. То есть вот я сейчас нашел отличие, что Mark IV чуть-чуть лучше. Ну по шумам, но это такая разница, знаете. Ну да, вот. Справа R, слева Mark IV, у которого тени более гладкие. Давайте поднимем три ступени экспозиции. То есть уже сейчас обе камеры должны зашуметь, засвистеть и все такое. На трех ступенях экспозиции тоже. Ну в принципе и там, и там шум, но у Mark IV он менее явный. Давайте посмотрим здесь. Ну что вам сказать? Ну R чуть, ну, знаете, гранично очень. Но здесь меньше детализация. У меня такое ощущение, что здесь как будто бы с шумодавом, а здесь без. Давайте посмотрим колоночку. Ну здесь резче снимок, а здесь меньше, чуть-чуть меньше шумов. Но на три ступени, знаете, такого не хочется делать с изображением, то что я сейчас делаю. Можно еще так сделать, но это такое дело. Дальше смотрим при ISO 1000. Все то же самое, но пока что экспозицию я не поднимал, только тени и блики я сейчас вывел. Ну что сказать? На 1000 ISO она уже начинает шуметь одно и другое. Шум уже явный, но шумит оно похожим образом. Что могу сказать? Что все это очень похоже. Опять же, в светлых участках разницы вообще нет и шум вообще никак не ощущается. То есть, когда мы говорим о шуме, то речь идет только о тенях. И в тенях Canon R более шумная выглядит картинка. То есть, это у нас RAW, поэтому шумодав на них не должен влиять. Если он тут, ну вот, мне по-прежнему кажется, что у Mark IV просто был включен шумодав. Хотя это RAW, поэтому на RAW он, по идее, не влияет. Пойдемте, давайте поднимем экспозицию на 1. Я еще вот так сделаю. 1. Вот, совсем мы это сделали светлым. Смотрим, как оно выглядит. Ну и там, и там шумно уже. Но это шум, который еще можно исправить. Давайте посмотрим шторки. В общем-то, картина повторяется. То есть, тут о чем-либо говорить, знаете. Ну, ради интереса, вот на ISO 1000 я лично часто снимаю интерьеры. Ну, у меня может быть что-то похожее в кадре, в реальных рабочих условиях. Я бы сделал вот так. И насколько это у меня все подавится. Ну, тут, знаете, вопрос в том, при каком разрешении это все смотреть и делать такое шумодавство. Так, еще раз. 59, 41, 41, 59. Смотрим. Смотрим. Вот сейчас мы задавили шумодавом одно и другое. Ну, как по мне, так оно, в общем-то, идентично. Вот такой тест, знаете, чтобы, ну вот, совсем быть уверенными, что оно одинаковое. Вот сейчас я и туда, и туда положил шумодав, и картинки, по-моему, вообще сравнялись. То есть, ну, абсолютно разница по... Давайте еще какой-нибудь участок вот здесь посмотрим. Ну, как бы, как бы одно и то же вообще. То есть, я думаю, что на предыдущих кадрах там просто какие-то... У него есть по умолчанию значения шумодава, которые были разные. Потому что сейчас, когда я уже принудительно ему положил шумодав, то оно выглядит, ну вот, одинаково от слова совсем. Каких-либо преимуществ в динамическом диапазоне, там, что там пишут на сайтах, там, DxMark, что полстопа у Mark IV лучше. Ну, вот просто одинаково. Вот вместе с шумодавом, если положить шумодав, то картинка с один... Вот абсолютно одинаковый объектив. Единственное, что на улице там может быть одна-две минуты, разница во времени. Ну, тоже не критично. Ну вот, это ISO 1000. Сейчас я подниму дальше. Смотрим 3200 ISO. И у нас вот это Mark IV кадр. Я специально сейчас проверил, что у нас по настройкам шумодава. Но из редакшн на 0 стоит. Теперь смотрим кадр на Canon R. Тоже 3200. И шумодав у нас тоже на 0 стоит. Дальше проверим баланс белого. 5200, 5200. Сравниваем бок о бок их. Вот две картинки на разные камеры, которые выглядят... Но тут мне кажется, что тут фокус у меня просто на другом участке. Здесь резче, потому что фокус другой. Но мы сейчас смотрим на шумы. И по шумам оно, в общем-то, выглядит одинаково шумно в тенях. То есть уже на ISO 3200, если вы начнёте поднимать шумы... То есть поднимать тени, то они, ну естественно, приобретают шум. Вообще 3200, я считаю, что это по-прежнему пограничное значение. Если вы хотите ещё суметь что-либо задавить шумодавом, то выше 3200 не надо. Ну разве что для веб-разрешения. Смотря какие у вас требования, конечно. На 3200, если я подниму вот на 2 ступени экспозиции, будет жесть. Мы видели то, что происходит на... Давайте на Mark IV проделаем то же самое. Тоже жесть, полная жесть. То есть вот Canon R тоже жесть. На 3200 такого делать не надо. Даже на 1 ступень она уже не терпит. На ISO 100 легко. То есть 2 ступени вы поднимаете, и 1-2... Ну 1 ступень там вообще ни о чём, а 2, это уже видите, вы начинаете убивать эту картинку. Ну и в общем-то они при этом выглядят одинаково. Но мы сейчас поднимем ещё выше ISO. Итак, у нас сейчас изображение на ISO 20000. То есть я уже решил так сделать резкий скачок. Смотрим. Сейчас пока ничего не тяну. Тут нужно быть очень осторожным. Слева Mark IV, справа Canon R. Оно уже шумит. То есть без какой-либо обработки мы видим шум. Но при этом, в общем-то, если с этим изображением ничего не делать, то оно, в общем-то, нормально. То есть знаете, когда я смотрел тесты на Mark IV, там на R, то я думал, вау, эти камеры снимают на высоких ISO. На самом деле и на Mark III. То есть если вы вот так снимете на 20000, если не тянуть, то оно, в принципе, терпимое. Оно нормально смотрится. Но вот я сейчас подниму тени. И вы видите, что поднятие теней у нас показывает, что тут зеленое месиво. Уже нет ни цвета, ни деталей. Вообще жесть полнейшая. То есть на 20000 ISO. Проделаем то же самое с Mark IV. Ну, как бы вообще полная жесть. 20000 ISO. Но это то, что касается теней. А теперь я вам покажу фокус. Кстати, мне очень самому интересно. Опа! Canon R. Видите, у нас окно было просто выбито. Ну, вот тут оно вообще же белое. Ну, еле-еле просматривается. Мы убираем хайлайты. И даже на 20000 ISO он вытягивает. Вот это вот мне очень нравится. И на Mark IV, в принципе, то же самое. Давайте сравним бок о бок. Так. Насколько оно вот вытянулось... А, ну здесь меньше этот участок. Ну, здесь не до конца оно уже тянет. Но, тем не менее, эти детали уже видны. Вот. То есть оно, ну, можно сказать, что тянется по бликам. Допустим, я еще больше уберу эту часть. Я сейчас на 20000 ISO, конечно, уже просто танцы провожу со звездами. Так. Да, вот у нас Mark IV, вот Canon R 20000. Ну, здесь, кстати, тени почему-то светлее. Ну, разница между снимками максимум одна минута. То есть я очень быстро менял объектив. Но почему-то здесь тени лучше видны у Canon R. И здесь, ну, оно светлее какое-то, не знаю, белее, что ли. А если я две ступени подниму, знаете, такой стресс-тест уже. Но тени при этом я не трогаю. То есть я работаю сейчас только с экспозицией. Потому что вы видели, что стоит мне только поднять тени, как там начнет все ужасно просто сыпаться. И что мы видим? Ну, во-первых, оно одинаковое. Так, то есть если мы сравниваем камеры, то нужно сказать, что разницы нет. Как бы просто разницы нет. Посмотрим на вот этот участок. У Mark IV опять такое ощущение, что включен какой-то шумодав. То есть оно мягче, меньше деталей, но меньше шумит. Как-то вот так оно выглядит. Но при этом, обратите внимание, то есть из 20 тысяч ISO я уже вытянул какое-то изображение. То есть мне очень не хочется здесь дальше что-либо делать, потому что здесь уже все просто теряется. Почему-то у Mark IV оно темнее, чем у Canon R. Хотя не думаю, что за одну минуту прям так поменялись условия. А, нет, извините. Вот здесь видно 37. То есть, нет, ну за 3 минуты вечером, да, это просто условия освещения. То, что здесь светлее, вот время вы видите, время съемки. То есть, 3 минуты на смену объектива и уже все. Давайте попробуем сделать шумодав. Такой вот. И здесь, так. 1.4, 56, 35. 1.4. 1.4. Так. Вернем Canon R сюда. Что у нас происходит после применения шумодавана? ИСа 20 тысяч. Ну, знаете, детали в светлых участках, они видны. Детали в темных участках, они уже как бы, скажем так, отсутствуют. То есть, то, что я заметил, что новые Canon, они лучше тянутся именно по бликам. Тени там, ну такие же, не сильно, ну по моему мнению, не сильно отличаются там от Mark III. Хотя Юра считает, что они лучше тянутся. Но лучше, но не так, что прям катастрофически. Но надо сказать, что на 20 тысяч при желании вы можете что-то снять и даже чуть-чуть это покрутить и что-то из этого вытянуть. Ну, посмотрите, в зоне бликов вообще шума нет. То есть, ну вообще здесь я добавил резкости. Сейчас я здесь то же самое сделаю. 21.18. То есть, то, как прорисованы занавески и то, что за ними происходит при 20 тысячах, ну это очень круто, потому что вы вот это не сильно-то отличите от ISO 100. Потому что страдают тени, а хайлайты, как мы видим, с ними все хорошо. Ну, на этом все.